Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Очередной интересный вопрос от подписчика канала Итак, 2021 Сергей, это Ник Здравствуйте! Хотел бы услышать ваше мнение по поводу резины Пришла пора брать колеса на зиму, да и летний уже кирдык Тоже надо будет брать За год накатаю до замены масла 6000 км, работаю в вахтой Так что, как вы относитесь к всесезонке? Два комплекта шин при моей езде, не знаю, надо ли Живу в Сибири, на Алтае Температура от плюс 40 до минус 40 Авто Альмера 2005 года, спасибо! Итак, друзья, очень интересный вопрос Давайте разбираться с ним, конечно же 6000 км в год, ну, я проезжаю, к примеру, 10-12 тысяч км в год Ну, вот такой пробег Я считаю, что это небольшой, а у вас этого меньше, конечно же, практически в два раза Если вы мало ездите, по сути, вы можете поставить себе зимнюю резину и кататься на ней круглый год Конечно же, можно обойтись и всесезонной резиной Но всесезонная резина зимой не очень хорошо себя ведет Хотя я вам скажу, что многие мои знакомые докатывают летом зимнюю резину И получается так, что отъездил весь сезон, то есть все лето на зимней резине А протектор не стерся И получается, что следующую зиму опять ездит на этой же зимней резине Друзья мои, представьте себе, да, у человека осталось, к примеру, порядка 4 мм протектора Он понимает прекрасно, что уже на зиму ее оставлять смысла нет Потому что для зимней резины 4 мм это минимум, это уже все И человек оставил ее немного, ездит на автомобиле, ездит все лето Прокатался, а она не износилась И что делать? Ну, ладно, говорит, следующую зиму откатаю Откатал следующую зиму и опять на следующее лето И так выходит, что два сезона И ничего, если вы не гонщик Формулы 1 И вы не любите высокие скоростя А довольно-таки умеренный вы водитель То, по сути, можно и летом ездить на зимней резине И ничего с ней страшного не произойдет Но если вы хотите поставить всесезонную резину То смело можете ставить Единственное, учитывайте, что всесезонная резина Зимой ведет себя хуже, чем просто зимняя резина Ну, на летней резине, сами вы прекрасно понимаете Что зимой вы не наездите Она не годится для эксплуатации в зимний период времени Вот такой мой совет Надеюсь, друзья, мой этот совет для вас оказался полезным Если это так, обязательно ставим палец вверх Подписываемся на канал И не забываем нажимать на колокольчик Чтобы не пропустить следующее видео Оставайтесь здоровыми Задавайте вопросы в комментариях Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok